На сцене Дворца колейской культуры и искусств прошел финал пятого конкурса «Наши таланты». Среди его участников молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, которые продемонстрировали свой профессионализм и исполнительское мастерство. Субтитры создавал DimaTorzok «Раскрытие творческого потенциала молодежи». О своих впечатлениях о конкурсе и его участниках рассказывает председатель Оргкомитета конкурса «Заслуженная артистка Республики Узбекистан» Галина Шин. Галина Анатольевна, в чем особенность конкурса «Наши таланты-2021»? Во-первых, надо сказать большое спасибо нашим детям, подрастающему поколению, что все же через такие конкурсы, как «Наши таланты» вокальное искусство еще живет. И дай бог, чтобы мы находили еще все лучших и лучших среди наших детей. Конкурс проводится не первый год, но в этом году он особенный, потому что он только вокальный. И каждый участник в этом конкурсе будет выступать только сольно. Но хотелось бы сказать, что с каждым годом этот конкурс становится все лучше и лучше, потому что приходят все более и более опытные участники, и с ними вдвойне приятнее работать. В этом году не так много было участников. Мы проводили его второй тур отборочный через онлайн. Финал провели мы в нашем дворце. Я скажу, что уровень вокальных данных, не только вокальных, и артистизма намного уже стало, я думаю, выше. И есть, слава богу, моменты, когда мы могли бы уже спокойно говорить, что у нас есть таланты, которых надо развивать. И когда встает вопрос о том, что искусство должно возрождаться, искусство должно, и культура наша традиционная никогда не должна быть забыта, в эти моменты этот конкурс, как наши таланты, он должен быть ежегодный. Галина Анатольевна, я характеризую участников конкурса. Это все ребята, занимающиеся вокалом самостоятельно, или же у них есть какая-то уже профессиональная подготовка. Все участники, практически все финалисты, они все с музыкальным образованием, неважно, в среднем или в школе. Но во всяком случае, они были уже как бы чисто в этом отношении, они уже были готовы. Галина Анатольевна, выбор репертуара тех произведений, которые исполнялись непосредственно на конкурсе, был предоставлен самим участникам, или же со стороны оргкомитета были даны какие-то рекомендации. Выбирают сами участники и произвольную, и обязательную программу, потому что нелегко, когда произведение навязано, и очень сложно, тем более надо исполнять на конкурсе, если бы это был просто концерт, а так на конкурсе, пока ты сам не прочувствуешь, и то, что тебе нравится. Поэтому я свободу дала каждому участнику, чтобы они выбирались сами. А по каким критериям происходило оценивание финалистов? Что бралось за основу? Конечно, за основу это родной язык. Я всегда придерживаюсь этому мнению, без родного языка не может быть ни культуры, ни искусства. И мне настолько было отрадно, что каждый второй участник изучает корейский язык. Удивительно. Вот в этом плане, в составе жюри миссис Ким, она сказала удивительно, что по языку у меня вообще практически нету претензий, разве что немножко произношение слабое, но в любом случае настолько, это было, как говорит, впервые. Вот они специально изучают язык для того, чтобы петь именно песни наших предков. Ваше впечатление от тех произведений, которые были исполнены конкурсантами. Вы знаете, я была удивлена настолько, что, когда они выбрали репертуар, мне казалось, что это провал. Каждый конкурсант взял такие сложные песни, такие популярные. Я их попросила, возьмите просто телефон, включите и пропойте. Можно даже без музыки. То есть определить. Вот наша задача, я думаю, в первую очередь, что мы должны сделать, сохранить этноисторию без прошлого, не может быть, не настоящего, особенно будущего. Поэтому наша задача не просто подсказать, что это очень важно. Без этого нет нации, нет народа. Во всяком случае, очень интересно, увлекательно им это преподнести, что и в нашем искусстве, нашей традиции достаточно много богатства. И через искусство, и через спорт, и через культуру. То есть более интересные преподнести, для того, чтобы они заинтересовались. Это наша задача. Какими вообще данными должен обладать профессионалом? Ну, естественно, помимо голоса, помимо артистизма. Любовь. В большом смысле этого слова. Во всех ее проявлениях. Конечно, конечно. Никогда профессионалом человек не может быть своего дела, если ему это не нравится. Он должен любить настолько, вот элементарно, как жить. Галина Анатольевна, а вот что бы Вы пожелали будущим участникам конкурса «Наши таланты», но который все равно рано или поздно состоится на следующий год? Ну, не знаю. Я, может быть, рискну. Какие-то Ваши рекомендации. В номинации вокала, может быть, рискну. Традиционный вокал и эстрадный. Может быть. Почему? Потому что я, насколько помню, одна из участниц тех времен «Наши таланты», потому что я на нее обратила внимание. Была маленькая девочка, 11 лет, с Ика. Она вышла с традиционной, настолько уверенностью. Именно она пела меню, вот это, нарутную, да, исполнение. Это же у нас пансури, там голосовое, гортанное пение. Вот настолько она это делала, просто удивительно. Вот еще чуть-чуть бы подтолкнуть ее, подсказать. Там немножко с дыханием были проблемы, она не могла дотянуть, потому что у нее дыхания не хватало. Вот я вот настолько удивилась, значит, они есть где-то. Просто их надо привлечь. Заинтересовать. Заинтересовать, чтобы они у нас были. И вот я хочу теперь уже, как бы, может быть, на следующий год я рискну. Я рискну. А до этого я постараюсь уже участников ближе подводить. Ведь в этот раз участники у меня на финальной песне именно про Папури Ариран современной обработки. Там у нас пять Ариранов разных, которые исполнял Дмитрий Кимов. Вот я всех участников сейчас на финальную песню привлекла. Они уже начинают. То есть они потихоньку-потихоньку, современного, перейдем на традиционный. Им будет интересно. То есть как преподнести это. Заинтересовать надо. Поэтому надо, как бы, я думаю, потом уже с ними я начну немножко заниматься. То есть как бы организовывать, когда мы будем готовить мероприятия. Я им подскажу, как это делается. Им это интересно. Они уже начали у меня спрашивать. Галина Анатольевна, а как вы этот звук берете? То есть я пока что никогда перед ними не пела, ничего не показывала. Они понимают, что через Дмитрия Кимов, он же мой ученик, что он и может просто брать чистый звук, он может и субтомом брать, он и драйвует. То есть как у него, говорит, это получается? Он говорит, Галинин Анатольевна, спросите. То есть вот могу подсказать. С удовольствием. В общем, работа предстоит большая впереди. Дай Бог. И чем больше участников, тем лучше. Конечно. Я понимаю, что молодежь увлекается кей-попом. Современные. К сожалению, в наши годы мы еще тогда купили только народные. Современные обработки мы даже себе представить не могли. Ну, во-первых, интернета не было. Во-вторых, у нас был свой оркестр. То есть все это было живьем. Я бы не сказал, что это сложно, но выбор репертуара не был таким большим, как сейчас. Я вообще-то сидела и думала, как они выберут вообще победителей. Потому что один лучше другого. Один-два, может быть, из-за того, что они сильно волновались, хотя на репетиции они очень хорошо это делали. Я думаю, волнение сыграло. Но в основном... Справились задачи. Еще как. Еще как. То есть как бы я боялась, что обязательная программа будет на достойном уровне, как они имели в виду. Потому что я предупредила, что обязательно программа – это основная. Я думала, на произвольные они как-то поспокойнее. Уровень был практически одинаковый. Понимаете, да? И вот уже члены жюри, когда закончили свою работу, они каждый ко мне подходят и говорят, так было сложно. Потому что, в принципе, все члены жюри практически всем дали максимальные баллы. Поэтому они очень долго спорили, не знаю, там... Начали ко мне подходить. Я говорю, я организатор решений выносите вы. Особенно Ирина Абасова. Организация была прекрасная. Мне доставило огромное удовольствие и честь сегодня здесь находиться. Участники все были очень хорошо подготовлены. Честно говоря, очень было сложно их судить. Но это конкурс, поэтому пришлось. И я считаю, что места распределены очень справедливо. Ирландия, это ваш первый конкурс подобного масштаба? Нет, не первый. Я уже очень много раз участвовала в конкурсах, и в кей-поп-фестивалях участвовала тоже, и от консерватории тоже в конкурсах участвовала. Но сначала вообще я не думала, что я буду участвовать в этом конкурсе, потом я увидела объявление, но тоже не решалась. А потом, когда меня пригласил ведущий Владимир Югай, я тогда решилась поучаствовать. Мне очень понравилось, и когда мы были за кулисами, все очень дружные были, нам помогали, особенно Галина Шин тоже нам очень помогала. Как Вы считаете, подобные конкурсы имеют продолжение в будущем? Я считаю, что это действительно продолжение какого-то культурного наследия нашей корейской диаспоры здесь и корейской молодежи. Конечно, я могу подчеркнуть то, что подобные такие вот как бы вокальные конкурсы, танцевальные конкурсы, они будут все больше приобретать масштабы, чтобы завлечь как-то нашу молодежь здесь в Узбекистане. Я верю, что в будущем участники смогут достичь более новых высот, стать более признанными в своей сфере деятельности, в творческой сфере. И все, что я хочу им пожелать, это пойти.